всем привет вы на канале цветочное счастье и сегодня небольшой ролик о традисканция как вы видите уже мои традисканции находятся в теплице на передержке нет возможности хранить на улице несмотря на то что я живу на ставрополе но в этом году у нас осень очень холодная ночью уже плюс 2 плюс 1 конечно для растений это крайне холодно сегодня в ролике хочу поделиться своими планами по сохранению традисканции расскажу какие коллизии я планирую оставлять а какие не буду сохранять на следующий сезон ну и вообще покажу подготовку коллизии и традисканции к передержке да вот что я делала перед тем как занести в теплицу кому интересна такая тема приглашаю вас на просмотр сейчас хочу вам показать один из этапов подготовки традисканции зимовки скажем тогда буду заносить уже помещение пока планирую передержать в теплице у нас обещают на ставрополе ночи 3-4 градуса но конечно это для традисканции холодно кто со мной на канале помнит что они росли у меня вот здесь вместе с коллиусами коллиусы я уже все начеренковала и вот как раз сегодня в дождик решила привести в порядок традисканции они были пыльные я сделала им слейки вот такое дождевание но уже на традисканцию не буду попадать она мокрая вот и хочу прям на пару часиков оставить вот под таким мелким до вы дождиком да девочкам телеграм то что только что видео вот сняла показала какие они красотки еще раз прям я сама любуюсь вот такой традисканции зибрина вот действительно она самая быстро растущая там купаются и коллизии ну в общем решила вот так их привести в порядок несмотря на то что я их летом купала но ветер пыль естественно все оседает на листиках и как бы в грязном виде не очень хочется заносить в общем сейчас как я сказала пару часиков потом я назад все перевешу сюда они хорошо стекут и будут дальше размещать ну какую-то часть в теплице а какую-то часть будут наносить в цветочную мастерскую но эти уже прям а пора пора убирать фото невесты не очень любят намокание но все продолжаю работать то же самое хочу сделать и вот этой подставки она полностью меня пойдет под черенкование сейчас выставлю первую часть дворика слейки накупаю и оставлю также на пару часиков под дождем но про черенкование сниму отдельный ролик сегодня именно подготовка ну и кое-что здесь из новинок я думаю тоже она пыльная несмотря на то что под навесом конгеста вся обрезана после осенних отправочек ну в общем и вот еще кашпо тоже нужно накупать вот такое купание я устроила своим цветочком пару часиков под дождем потом назад повесила на летнюю площадку все просохло я стала постепенно заносить в теплицу здесь у меня теплица обогревается за счет вот такого обычного тепло вентилятора но важна конечно более ночная температура какая я стараюсь поддерживать 10 градусов как только она там опускается на пол градуса ниже у меня срабатывает вот такой терморегулятор здесь выставлена как раз температура 10 градусов и включается термо вентилятор в общем таким образом я пока буду передерживать свои растения до такой не дешевый вопрос конечно тепловентилятор хорошо так наматывает киловатты но другого выхода нет негде разместить вот такое количество растений сохранять буду все поэтапно какие-то традисканции буду перечеренковывать формируя новые маточные кусты но это в основном речь пойдет вот о таких больших традисканциях как зибрина дисколор триколор и так далее что-то вот который находится вот в таких небольших объемах я пока буду заносить вот так очеренковать уже позже ну насколько мне удастся все разместить в моих цветочных мастерских вот например как коллизии и так далее в общем все это буду делать постепенно и как начну очеренковать формировать новые маточные кусты как сказала в начале ролика я конечно сниму по этому поводу видео а сейчас по факту я даже здесь видите пройти не могу все заставлено что касается коллизии я посмотрела как коллизии росли все лето мне больше всего понравилось развитие розовой коллизии розовая пантера желтая коллизия и зеленая зеленая коллизия шарик в основном ну у меня там два вида ну шарик там более круглая форма коллизия просто зеленая она как бы так капелька растет вот их я буду сохранять много вопросов у меня коллизии криба мне мои подписчицы писали в комментариях что она уходит в зеленый цвет она как ушла в зеленый цвет в начале лета она до сих пор не вернулась вот ее я точно сохранять не буду вот например pink panther она может уйти в какой-то вот там зеленца появляется как-то да вот поменьше розового цвета но наш все равно красотка правда или например как коллизия gold она может уйти в там как бы в шоколадный цвет допустим или так в зеленый но она возвращается видите вот она постепенно становится желтой а зимой она вообще будет желтенькая а вот коллизия криба меня вообще не впечатлила не вижу смысла ее выращивать и также коллизия бьянка сейчас вам покажу она уже в помещении вот здесь она находится она у меня даже в саду не висела стояла все время под лампами я обратила внимание что вот так постепенно очень много появляется зелени да у нее есть и вот такие варигатные вот такие листики но несмотря на то что я ее весной перечеренковала я укореняла только вот такие побеги она все равно посмотрите наращивает огромную массу зеленых честно говоря меня как-то не особо это впечатляет мне даже и форма не особо нравится вот поэтому ее тоже сохранять не буду ну вот так дорогие друзья вот такими планами по сохранению традисканции коллизии я хотела с сегодня поделиться как буду все заносить будут конечно скоро обзоры как в рассадной комнате в цветочной мастерской в большой маленькой все подробно вам расскажу и покажу я знаю что многие ждут процесс очеренкования как поливаю в какой объем высаживают радисканции еще раз о грунте все это следующих роликах будет также говорится если интересно оставайтесь на канале подписывайтесь а я хочу на этом попрощаться до новых встреч всем пока пока